Всем привет! Меня зовут Василий Прокофьев, я тренер по баскетболу и физической подготовке. Упражнение, которое мы сейчас будем делать, идеально подходит в начале тренировки, когда у вас есть время, чтобы почувствовать бросок и поработать над какими-то положительными привычками. Наши стандартные броски широкой стойки. Встал чем шире, тем сложнее. Выбираешь сам свою позицию, мяч близко к телу, вынос как можно быстрее. Чем быстрее мяч будет двигаться вверх, тем меньше усилий тебе нужно приложить уже в конечной точке. И единственное, зачем мы еще будем следить, чтобы ты не выходил на носки. Ага, и теперь еще шаг назад. Мы добавляем удар. Да, по точкам расходимся. Да, ага. Один. И так же считаем только чистые. И вы, когда работаете над бросками, вы так же можете давать себе какие-то мини-задания, где нужно забить или чистый, или апп щит. Особенно эффективными будут броски апп щит с таких острых углов, потому что тогда вам нужно будет больше прицеливаться. Потому что стоя под таким углом, щит кажется меньше, нежели если я встану под таким углом. Еще один аспект, про который я не сказал в начале. Почему именно широкая стойка? Это примерно так же, как если вы будете бросать сидя со стула. С единственной разницей, что если я, допустим, 180, сидя на стуле, я сразу становлюсь 1 метр. А встав в широкую стойку, я стал ниже, ну буквально на 20-30 сантиметров. Теперь, сделав первую часть, где вы бросаете без ног, просто вынося мяч по прямой, теперь мы добавим сюда вращение. Главной задачей будет после удара, чтобы как только мяч коснулся кончиков пальцев, как можно быстрее начать вот эту первую часть движения, чтобы вынос становился чуть быстрее. Это та простая часть бросковых упражнений, которые вы можете добавить себе в разминку, чтобы почувствовать, как мяч у вас продолжает двигаться вверх, и что мяч двигается вверх, вот именно близко к телу. Так вы облегчите себе бросок.